Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Как поменять своё либидо? Дело в том, что мне нравятся красивые и брутальные мужчины, часто ещё и обеспеченные. Но я им не нравлюсь, а они никогда не знакомятся. Я видимо не соответствую внешне. Фигура у меня хорошая, но лицо с дефектами. Не злоская, а супервнешность. Даже недавно мне понравился мужчина, он очень симпатичный. Я начал с ним общение, он только отвечал, но общение не поддержал. Потом я с ним ещё случайно пересеклась, опять начинал общение, но тоже от него шагов и особого интереса не было. Зато ко мне стремятся те, кто никто не особо симпатичен или что-то не то. Видимо я привлекаю не тех. Можно ли ей что-то изменить, не прибегая к пластической хирургии? Здесь на самом деле два основных вопроса возникают к вам. Вот. Первый вопрос касается того момента, какого рода отношения вы в принципе устраиваете? То есть, ну, что это за отношения, да? Вот. То есть, ну, на чем они базируются эти отношения имеется в виду? Вот. На чем они основываются? То есть, если отношения основываются и выстраиваются только на, допустим, том, что вы называете интересом, да? то тут, конечно, будет, ну, будут серьёзные проблемы. Вот. И дело здесь совсем не только, значит, во внешности. Вот. То есть, дело здесь заключается в том, что вы, что называется, в принципе, выстраиваете такие отношения, где, на мой взгляд, мало. достаточно интереса к, допустим, вам, как к человеку, как к личности. Вот. Соответственно, это нас подводит к вопросу о том, какие у вас интересы. Вот. Это нас подводит к вопросу о том, что вам нравится. Это нас подводит к вопросу о том, какие у вас хобби и, если у вас хобби, в принципе, это подводит нас к вопросу о том, что вам, как бы, ну, какие у вас приоритеты, ценности. Вот. И так далее. Это первое. Второй момент касается, на мой взгляд, вашей самооценки. То есть, здесь история о том, как вы к себе относитесь. Здесь история о том, как вы себя воспринимаете. Здесь история о том, как, соответственно, ну, вот, как бы, исходя из этого, вы, например, себя ведете. Вот. Сейчас, ну, насколько у вас, к примеру, получается, вследствие этого, вот, вследствие вот такой своей, допустим, особенности, насколько у вас, получается, уверенно, ну, вести себя с, допустим, мужчинами. Да? Да? Вот. То есть, получается ли у вас уверенно вести себя с мужчинами таким образом. Вот. Потому что, ну, например, на мой взгляд, на мой взгляд, есть, ну, вот, в какой-то степени есть подозрение, что нет. То есть, есть подозрение, что вы, 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 ну, ведете себя, вот, как раз-таки, как раз-таки, неуверенно, к сожалению. Вот. И это является проблемой, вот. Которая вам, ну, как раз-таки, вот, не позволяет завести отношения. Дальше идем. Следующий, ну, следующий важный аспект. Заключается в том, что то, что вам, как вы говорите, ну, ну, нравится, вот, брутальные мужчины, да, и так далее, обеспечены, обеспечены брутальные мужчины. Но, мой взгляд, это свидетельствует о том, что вы достаточно сильно, достаточно серьезно нуждаетесь в безопасности. То есть, вы хотите, вы, хотите, вы тяготеете, что называется, к безопасности. Вам, 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 вот, хочется почувствовать себя, что называется, защищенность. Вот. И вы, вот, таким образом, то есть, ну, вот, через свое стремление к защищенности, вы тянетесь, вот, как раз, к таким мужчинам. Вот. То есть, совершенно не факт, да, вот, вы говорите, что вам именно, именно нравится типаж, вот. Речь о типажах можно вести именно в том случае, когда мы говорим об определенной потребностях, ну, человека. То есть, именно, вот, определенная потребность. То есть, определенная потребность, которая является постоянной, ну, постоянной величиной, скажем так. Вот. То есть, если, если мне, ну, вот, стандартно нравится определенный тип, то это, конечно, история про, именно, некоторую какую-то такую базовую потребность, вот, базовое желание, вот, в данном случае безопасности, вот. То есть, чтобы вам, вот, было, как-то, ну, поспокойнее, что ли, вот. Потому что, в противном случае вы чувствуете себя не очень хорошо. То есть, вы чувствуете себя, может быть, ну, может быть, в какой-то степени, вы чувствуете себя тревожно, может быть, в какой-то степени, вы чувствуете себя как-то вот болезненно, может быть в какой-то степени вы чувствуете себя неуверенно, может быть в какой-то степени вы чувствуете себя уязвимо, да, то есть вот это все у вас, конечно, очень может напрягать и, соответственно, с этим аспектом необходимо работать. Вот, значит, собственно, о чем в данном случае можно вести речь. Именно об этом. То есть я не думаю, что здесь дело в пластике, я не думаю, что пластика, в принципе, способна что-то решить, вот, потому что если вы, допустим, ну вот, к примеру, да, если вы в себе неуверенно, если вы в себе сомневаетесь как-то, вот, то внешние изменения вам нечего дебят, потому что вы все равно будете находить изъяны, вот, вы все равно будете их вымещать, изъяны в смысле, вот, вы их будете выделять и будете обращать на них свое внимание, вот. Ну, наверное, по крайней мере, я на это надеюсь, значит, я надеюсь, что это, по крайней мере очевидно для, ну, для вас. Я надеюсь, что то, что я сейчас говорю, это вот достаточно, ну, достаточно понятно и достаточно, скажем так, предсказуемо, вот. Поэтому надеюсь, надеюсь, это не стало для вас какой-то новостью, вот. Конечно, вы можете поспорить со мной, конечно, вы можете и согласиться со мной, вот, это право, безусловно, право ваше, безусловно, но, как мне думается, тенденция именно такая, вот. Когда все, о чем я сказал, будет скорректировано, вот, я думаю, что вам станет гораздо легче. И, кто знает, может быть, вам уже и мужчины, именно такие, будут не нужны, кто знает. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, обращайтесь за помощью. Спасибо. Спасибо.